МАМА ПРО Вечерний пикник для матра у киномастатства. Ночь музея у галереи Вашчанки пройшла у формате «Оупен-Эйр». Будь готовы, завжды готовы. Сёння день пионерской дружбы. Тата, мама, я – футбольная семья. У Гомеля отбылся областный этап спортивного фестиваля. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Сёння Гомель стал 4-м областным центром Беларуси, где отбылся республиканский конгресс «Мама-Про». Ён объедна у активные семьи, які уже рыхтуются або только плануть стать батьками, а так само ведущих специалистов аховы здоровья у галене материнства и дзятинства. «Мама-Про» – первая у нашей республицы подобная пляцога для открытого двухбакового диалогу. Конгресс у Гомеля закраны в шерах самых актуальных тем. Была огучена корыстная информация об дитячих прищепках, летнем отпочинку для немаулят и тяжарных жанчин, принципах правильного харчования и важных аспектах при плановании тяжарности. Эксперты отказали на все пытания присутных гостей. С каждым конгрессом мам становится все больше, потому что мамы передают друг другу о том, что это здорово, это очень классное мероприятие. Все больше приходит пап, с каждым конгрессом все больше приходит пап. Поэтому мы уверены, что у этого мероприятия, у этого проекта большое будущее, потому что самое главное – он нужен и нам, докторам, и пациентам. А что может быть лучше, если мы видим отклик? Найбойнейшие музейные установы света в эти дни запрашаются матра у мастерства на штугодовую международную акцию «Ночь музеев». На Гомельщине дверы для вечерних гостей открыли больше 20 установ. А в том, какие сюрпризы подрихтовали для гомельчан – репортаж Вероники Ворошилиной. «Ночь музеев» у Гомеля по доброй традиции наступила задолго до темры. У вечера в установах культуры областного центра разгорнулася соправдная свято мастерства и прихожусь. Забавляльное мероприемство в годы и дни ладится не только в выставочных залах аллей под открытым небом. Картиная галерея Гаурейла Вашенки и коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур» организовали суместную творчую программу для людей, соправды закаханных у кино. В этом году «Ночь музеев» 2018 мы проводим в новом формате – open-air, или, если можно сказать, вечерний пикник – киноарт. И, конечно же, принимая участие в нашей акции «Ночь музеев», каждый посетитель найдет для себя что-то очень интересное. Внутренний двор галереи в этот вечер перетворился в культурную простору с тематичными арт-зонами. Тут можно было познайомиться с працей профессийных гримеров, принять уделуки на сдымки, примерить на себе реквизит, который попывал на пляцовках «Беларусьфильма» по гутерам с режиссерами и актерами. Так само гостям пропоновали зарабить портрет с натуры, провести тиковые вопыты и эксперименты в стиле школы-чаровников «Хогвартс» поудельничать в майстер-классах и тренингах. На всех арт-пляцовках галереи акцент зарабили на познавальный аспект. Однако атмосферу радости и веселости так само никто не отменял. Отличный летний вечер. Мы, если честно, не ожидали такой активности. Но тут есть что посмотреть и детям, и родителям. Поэтому огромное спасибо организаторам. Почаще бы такое, чтобы не раз в год, а каждый месяц. Я вот увидела, как дело такого грима тоже захотела. Мне понравилось здесь есть пантомима, тоже научили мимы смешные. Я для себя здесь очень много нового узнала. Понравился этот праздник и холуби, и эксперимент. Так само для удельников ночного свята у картины галереи Гаврила Вашенке отбывся показ кино на свежем поветре. А замес звыклого фейерверка у неба взлетели розноколеровые голубы, як символ миру, любови и прыгажусти. Ярко и запоминально отремалась программа ночной международной акции в Музее истории города Гомеля. На открытый пляцос разгорнулись выставы «Хендмейд вырабо». Владилась яскравая концертная программа. Юных и дорослых гостей свята запросили на цикавые. Гульни, конкурсы и спортивные забавы. Любы жадают, что у этого вечера мог освоить элементы фигурного ваджения и проверить свои силы на профессийном спортивном обсталявании. Всю летнюю ночь музею тут проводили под девизом «А у нас у дворы». В программе знайшли адлюстрований наибольш популярные захопления гамельчан. А тому заняток по душе мог знайсти кожный. Основной идеей в этом году было показать увлечение гамельчан, их досуг. Например, кто-то увлекается велосипедами, кто-то мотоциклами, кто-то любит петь, кто-то танцевать, кто-то является участником суперсовременного направления косплей. Мы это тоже сегодня отражаем. У залах музея «Святочную ночь» праца так само не спынялась и не на хвили, но тут можно было убачить выступления музычных гуртов и перенести всю атмосферу аристократичной роскоши и добрых манер минулой эпохи разом с героями театрализованного действа. Одна зала в музее перетворилась и у Капялюшный салон, где наведальникам пропоновали примерить оригинальные головные уборы ручной работы. Своим святым супрационники музея истории города Гомеля мкнулись издевить, уразить и зародить преступных добрым настроем. Дарыч и сёння на международную акцию «Нож музея» у гостей запрашаю Гомельский палацево-парковый ансамбль. Тут подрихтовали программу под назвой «Не только классика». Увази нашных наведвальников, яскравые танцевальные номеры, цікавые выставочные проекты, видовищные театрализованные выступления и шмат инших приемных сюрпризов. Вероника Ворошильна, Василия Сепцов, телерадио «Кампания Гомель». 1-го червяня Гомель у першыню за 11 годов одновит регулярные полеты в Москву. Перовозчик российская компания «Сибирь» станет здесь снять три рейсы на тыдень. Кошт билета прикладно 55 евро. На регулярной основе гэтым летом с Гомеля будут так само летать до Калининграда, коля 65 евро за билет. Шартерные рейсы отправятся у Турцию, Болгарию, Черногорию и Египет. А кроме того, будут выконываться перевозки детей на летние оздоровленцы от подшинок у Италии и Германии и вахтовиков, которые работают в заходной Сибири. Плюс бизнес-авиация. У сего на год с Гомеля намечено минимум 350 рейсов. Наши производственные возможности таковы, что мы можем обслуживать в час до 500 пассажиров. То есть это одновременное обслуживание двух достаточно больших воздушных судов современных. Если брать, например, самолеты «Боинг», то это два самолета «Боинг» 737-800 по 190 пассажиров. То есть одновременно на прилет и на вылет. Те есть шанс у Гомельского аэропорта снова стать птушкой высокого полета. Подробностный репортаж на эту тему глядите в неделю в программе «Новины ты дня». Юбилейный международный чемпионат молодцы предпринимательства в десятый раз собрал активных, талиновитых, инициативных и легких на подъем юнаков и девчатц Беларуси, России и Украины. Мероприемства у стенах Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперации дожилися три дни. У вынику обрали тройку лепших. Кто перемог, доведалась Марина Джалая. Эмоции, градус на пружине у финальный день чемпионата досягнули максимуму. На этом этапе вызначили самых предпринимательных юнаков дешевых, про кого хочется верить, мы еще почуем. За право стать лепшими змагались 14 команд в Беларуси, России и Украины. Выник перемога за командой Херсонского национального технического университета. Студенты представили на суд жюри, яко складалось с 40 профессионалов, одразу некальки уже реализуемых проектов. Это квест покоя и пляцовка по продаже выработок, в котором студенты рыхтуют в процессе учебы для разных заликов. Счастные жюри говорят о том, что вы – это пример того, что хотят видеть в будущем на этом чемпионате, чтобы был такой же потрясающий синтез теории и практики, чтобы проект уже был воплощен в жизнь. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Мне нравится уходить от реальности любыми методами. Бывает, рутина надоедает, и я ищу разные способы. Раньше это были компьютеры, когда я был маленьким ребенком, играл в игры. Потом я понял, что можно создавать что-то свое, какие-то свои сюжеты. И попутно узнал, что есть такое движение, оно постепенно набирает обороты. Однажды попробовал, мне очень понравилось. Я захотел сделать что-то свое, оригинальное. Потом нашлись единомышленники. Это прекрасная команда. Они подхватили эту идею. Как я уже говорил, мы ее вместе раздули на мехах наших креативностей. И взорвали. Другое место у наших земляков студентов с Белорусского державного университета транспорта. Замкнули тройку переможцев будущие бизнесмены из Минского филиала Белорусского гандлевоэкономичного университета с поживецкой кооперацией. Але без подарунков и грамот не засталася ни одна команда. До речи, в наступном году умовы у делу в чемпионате будут больше складанными. Были такие предложения. Во-первых, чтобы был представлен один проект. Во-вторых, проект, чтобы был уже или реализован, или в начальной стадии реализации. Следующее направление, чтобы обязательно присутствовали маркетинговые исследования, маркетинговая составляющая в плане дизайна, распространения в социальных сетях и в интернет. Третье направление, чтобы обязательно был просчитан. Просили цифры, экономическое обоснование проекта. Поэтому следующий чемпионат, я думаю, будет преображен. Положение будет переделано, критерии оценки будут переделаны в соответствии с очень ценными предложениями нашей судейской колеи, которая состояла более чем из 40 человек. Пионер, будь готовы, завжды готовы. Сегодня день пионерской дружбы. Пионерский рух самый массовый сирот школьников. У нашей области больше 100 тысяч пионеров и октябрат. Патриотичные акции, спортивные мероприемства, насыщенная культурная программа и туристичные взлеты. Мотивовать детей на активную, позитивную и галонную корыстную деятельность – галонная задача пионерского руху. У суверенной Беларуси ее натремал другое народжение. Лепшие традиции знали свое сучасное увособление. Пионеры 21-го ста годзе – это школьники, які так само, які их попередники, имкнутся быть прикладом во усім – выдатники, помощники и патриоты. Наперед, одни процтовники мазырских школ собралися на уракшистом злете, каб по 200 выники своей дейности и разумы цветковать День пионерской дружбы. Пионер – это значит быть первым. Пионер, он должен помогать, ну, помогать родителям, ну, помогать во всем. Пионер, он должен хорошо учиться, хорошо поступать. На злете у знагородзели лепших его рачистые обстановцы пополнили роды пионерской организации. У Гомельским заржавным театры «Лялик» отбылась премьера спектакля «Недитячая гульни». На сцене разгорнулася повучальная история по мотивах романа «Уладар Мух» знакомитого английского письменника Уильяма Голдинга. У центра уваги – дети, які после крушения самолета опынулись одни бездорослых на безлюдном острове. Здавалося б только взаимодопомога, сяброуство и отказность повинны их сгуртовать и да помогчы выжить. Однако ситуация повернулася з усиму іншы бок. Дети из цивилизованного громадства вертаются у першабытный лад, дзи апанують тиранія и жорсткасть. И книга, и спектакли показывают, что природа человека недосконалая, и, на жаль, зло причинить, куды лягче, чем рабить добро. Гэта свой особливый напомин и детям, и дорослым, что не варта гребывать своим духовным и моральным выхаваннем. А таким человеческим якостям, як пристойность, сумленность, милосердность, треба вучиться за усёдым. Детская жестокость, осознанная или неосознанная, и что это такое? Вот над этими двумя понятиями, что такое осознанная и осознанная жестокость, присутствует ли она в нас? И почему мы иногда совершаем такие антигуманные, человеческие поступки? Что такое игры? К чему могут привести? Игра может привести к конфликту. У Комельским палаце культуры Чигуночников открылась фотовыстава «Погляд». Ее аутер – наш земляк Леонид Тимофеев, який зараз живе за мяжой и выступая под творчым псевдонимом «Леатим». У Гомеле представили каля 40 фотосдымков. Яны адлюструвывают городские пейзажи, архитектуру, природу и житё Парижа. Проект проходит при патрымце посольства Франции у Республицы Беларусь. Леонид Тимофеев – уродженец Гомеле. Некали вядомый акудельник музычного гурта при свечках. Зараз живе и працое у Германии. Фотосдымка – это непрофессийный заняток аутера, так само, как захопление музыкой и живописом. Это худшей пары у души, проява особистого погляду на новокольный свет, про забъекты у фотокамеры. Вы знаете, это его не профессиональные снимки, это его просто взгляд на Париж. Причём взгляд такой не на достопримечательности, а просто на людей. Он ничего никогда не фотографирует специально. Он идёт, появился кадр, он сделал. Ночью посидел, обработал фотографии, появилась шедевральная штучка. Сегодня у Беларуси означают день работников физичной культуры и спорту. У Гомеля до свято открыли новый будинок областного диспансера спортивной медицины. В останове готовы оказывать послуги усім жадаючим, али основный контингент – спортсмены. А кроме того, тут дольная да помогча вызначить вид спорту, яким левш займаться кожному конкретному человеку. Сегодня у Гомеля пройшёл областный этап республиканского фестиваля «Тата, мама, я – футбольная семья». На поле стадиона с Дюшор-8 одночасова у футбол гуляли больше, як 320 человек. У першыню семейные футбольные споборництвы отбыліся у Минску у 2016-м годзе. У 2017-м фестиваля хапів усю країну. У областным этапі у Гомелі прынялі у дзел більш як 60 сім'яв. Сё лето аматора у гульні номер один оказалося на шмат більш. Заявки падали 92 сям'ї. Які лето з дзяті падялили на 4 узроставые категоры. Молодшим – 5 годов, старейшим – 17. Попач споборничали дорослые. Десять слепших сім'ю по выніках областного этапу прымуть у дзел у республіканскім фіналі, які відбудзіться у Минску наприкінці жнівня. Масовий футбол і в том числе семейные фестивали, вони рішають две задачі. І вообще масовий футбол в целом. В першу черзь он помогає развиваться нашому футболу, потому що в масовому футболі наші деці, наші взрослі, деці становяться футболістами професіональними, і хтось із них ходить в елітний футбол. Но не мене важна і соціальна составляюща этого проекта. Нам очень важно, щоб жителі наші страны були соціально активними, спортивними. Сьоліта, крім областного, так само пройдуть і районные этапи фестивалю. Та тама моя футбольна сем'я. Падваў кожным з регіона Україны. 26 мая спортивна свята пройдзе у Жлобіні. Другого червіня – у Калінкавічах. Іх пераможці так само отправяться змагацца за узнагороды республіканскага фіналу. Отпачынок, спорт і добрачыннасть. Супрацовнікі Калінкавічахарайадзела милиці провели акцію у форматі семейного велопрабегу з наведванім дитячага соціяльнага прытулку. Падрабязнасті ў корыспандэнтаў телеканала Мазыр. Патрымливаючы семейные традицы, супрацовнікі Калінкавічахарайадзела милиці сумістіли прайемнаць карысным. На добрачынну акцію запрасіли супрацовнікав усіх служб разам з детьмі. Со службового транспорту правооховнікі пересіли на велосипеды і відправилися у мені подороже по родным городі. Цель данной акції – сплотити коллектив, побыть со своєю сім'єю в такому раніформатному общіні. У нас доволі добрі і давні традиції. В коллективі ежегодно проводяться ряд мероприятий, в тому числе Дні здоров'я, с участием сотрудників, членів сім'єю, якісь концертні програми. То есть скажу, що доволі багато мероприятий, які завжди на пользу. Встроені колонні милиціонери з початку проїхали до центральної городської площади, де приніли удел у відкриті фестивалю «Вива-Ровар». А після накіровалися у дитячий соціальний притулок, поразмовляються з вихованцями і поділіться з іми душевним теплом. За елизарним захоплений діти зустрокали патрульний автомобіль і паровозик з ростовими ляльками. Цей праздник необхідний для популяризи спорта. Також благотворительні различні мероприятия. То, що ви зараз видели, це то, що ми принесли подарки дітям, які нуждаються в цьому. Ну і пример для молодого поколення, для дітей, щоб вони бачили, що взрослі, вони також близькі к спорту і розвивають це направлення. Своїм примером показують дітям, що треба стремитися в будь-якому возрасте займатися спортом, допомагати людям. Станучий приклад, Андрей Чопчаць подає своєму сіну Павлу. Енергічний шкільник поспіває добро вучиться і для спорту знаходить шанс. На велосипеді я часто катаюсь з друзями по городським вулицям. А коли є свободне время, я катаюсь з папою по парку. Подопечні соціального братулка трамали подарунки і паудельнічали у забауляльным інтерактивному шоу. Діти довго не хотіли відпускати своїх гостей. Мероприємство трамалося по-сімейному теплым і добрым. Катярина Юрченка, Светлана Груцькопт, Олег Фіцнер. Телеканал «Мазыр» спеціально для телерадио-компанії «Гомель». Гэты, а так сама іншая новіна ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomel.bivay. На гэтым випуск завершен. Добрых вам новінов і до нових зустріч у ефірі!